Расскажи, как началось твое приключение с арбестлингом, когда ты услышал вообще впервые об этой дисциплине спорта? Был Народный Архиевский Союз, клоун, любимый клоун страны Олег Попов. Мы приехали с ним с гастролями в Москву. Не нашлось нам места ни в старом цирке, ни в новом цирке. И тогда нам была предоставлена концертная площадка Института физкультуры. Не буду спорить, не помню, был ли это Гацулиевка, или уже я был первый, но дело не важно. Это уже было в Измайлово. Мы работали на концертной площадке, спортивной площадке, на которой проходили и соревнования по тяжелоатлетии, и многое чего и другое. И нам сказали, что в выходные дни у нас отменяется репетиция с медведями, и будет проведен первое тогда соревнование по арбестлингу. Вот мое восприятие было фантастическое. А помнишь точную дату? Боюсь, что нет. Боюсь, что нет. Я помню, это было летом. Это было летом где-то. Да, и я помню, что вот в зал стали собираться мужчины со сломанными ушами, огромных размеров люди. Я увидел Давида Рикарта, я увидел, сейчас дай вспомнить этот, Султан Рахманов. Да, Султан Рахманов, да, все они были заявлены как участники, вне участники, как выводящие. То есть, и меня поразили те люди, которые были соперниками нашей сборной парамрестлинга. Не очень молодые, не очень здоровые, прямо скажем. Но у всех на руках был одет чулок, шерстяной чулок, который, естественно, как понятно, согревал локтевой сустав. То есть, восприятие было просто фантастическое. Я, естественно, считал себя очень сильным, хотя кисть у меня никогда не была сильной. Я всегда страдал проблемами кистевого запястья. У меня было предплечье, я всегда было очень слабо. Но, естественно, по глупости, по юности я всегда считал себя очень умелым армрессером. И я увидел, что есть такое, на самом деле, армрессинг. Это у меня осталось в памяти. По прошествии времени, когда я ушел из цирка, одна из первых моих съемок была посвящена армрессингу. Это «Вечер», «Казино», «Игорь Ахмедшин». Ну, скажем так, когда тебе предложили работу в НТВ, это было 95-96 год. Ну, я помню твои программы еще с 91-го, 2-го года, когда… Нет, это не могло быть, я в цирке работал. «Игорь, ты что-то путаешь». Моя первая передача, посвященная армрессинге… И он назывался «Железный фактор». Да, конечно. «Железный фактор» – это то, что я родил под названием. Был такой культурист Юра Мельников. Это было у меня первое интервью с ним уже, как я руководитель этого подразделения. И мы с ним сидели как-то, примерно как Джо Уайдер. Ну, может быть, это очень высокопарное сравнение с Ларис Коттем, сидя на Санта-Монике. Решали, как они будут называть первый профессиональный турнир. А перед ними стояло пиво под названием «Олимпик». И вот тогда Ларис Коттем, он говорит, давай назовем это «Олимпик». Он говорит, да нет, это не благозвучит. Давай назовем это «Олимпия». И так родилась «Олимпия». У нас, примерно, то же самое было с Юркой. У нас было два предложения. Или «Железный фактор», или «Железный мир». Или «Или-или». Но, в конце концов, «Фактор» у нас выиграл. И журнал, телевизионный журнал, который сегодня живет, слава Богу. Единственное, кстати, постоянно выходящий эфир телевизионного журнала «Железный фактор», был рожден таким образом. И одна из первых передач, посвященная «Железным играм», это была как раз чемпионат «Золотой медведь», который проходил в казино, устроенный Игорем Ахмешином. И впервые я увидел и Казбека Залоева, и впервые я увидел Алана Караева, и, конечно, я увидел Джона Брзенко. Парадокс заключался в том, что сразу мне звонилось такое количество информации, информация безумно интересная, и которую провел он через всю жизнь. Я никогда не забуду первое интервью, когда после первой схватки я брал интервью у Алана. И Алана, мне кажется, сам не понимал, что происходит. Понимали все, кроме него. Это был 97-й год. Абсолютно верно, да. И Алана, в полном смысле, как сказал Казбек, ну, в принципе, парнем из гор спустили только. Я говорю, за счет чего, почему, что такое могло быть? Я сам до конца еще не понимал, что такое Джон Брзенко. Ну, по тому, что происходило в зале, как вем тогда Володька, добрый, с Мимиемо, Турчинский, он мне все время объяснял, что это за человек, сам наверняка не понимая, слыша, что такое. Было очень много уважаемых людей в этом казино, в этот день казино. И когда вторая схватка, также выигранная Казбеком Аланом Караевым, была проведена, только тогда, мне кажется, Караев понял, что произошло. Я тогда понял уже по прошествии какого-то времени, что я присутствовал при историческом событии. В тот период времени в федерации руководил Игорь Ахмеджин. Мы с ним как-то сразу нашли общий язык. И все абсолютно турниры любительские, профессиональные турниры, чемпионаты Москвы, чемпионаты России я с удовольствием снимал, понимая, что это важно, нужно, интересно. Турниры проходили на той же площадке, позже уже в Цоливке. Время от времени проводили в московской мэрии. Ну вот, по стечению обстоятельств Игорь покинул пост руководителя федерации. Что-то случилось не так в федерации российской. Ну, а в это время я уже стал ездить в Соединенные Штаты. И каждый год я имел счастье видеть сильнейших армрейсеров, прежде всего Джона Брзенко. Подарил ему ту кассету, которую он с любовью, с интересом, но с пониманием получил от меня. А где ты увидел? На Арнольде он все время бывает. Время от времени он бывает на Олимпии. Всегда он делает мастер-классы, всегда поражает он абсолютно всех своей непритязательностью, какой-то очень тонкой нитью, проходящей чувство собственного достоинства и интеллигентности. Вот это очень тяжелый... В армейслинге есть такое высказывание, что есть Джон Брзенко, и есть люди, которые гонят его поставить. От времени к времени удается некоторым догнать, перегнать, победить его. Вот это парадокс, который... Ну, они сразу же отходят, а Джон Брзенко как паровоз дальше идет, 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 дальше побеждают. Снова его кто-то будет. Многосерийка такая, да. И несомненно, и появление Леши, воеводы, который, как меня он уверял, держит в согнутую руке 220, делает гантель, подъем через локоть 15 раз сотку, и так далее, и так далее, и так далее. И однако же, вот для всех абсолютно разного поколения людей и возраста, победа над Брзенко является той пирамидой, на которой все собираются подняться. Почему происходит это со спортсменами нашими, и не только нашими, это понятно. А что и как, какими усилиями Брзенко остается, оставаться Брзенком, мне, например, непонятно. Я бы сам хотел разобраться в психофизике этого человека, потому что вот наличие его в этом спорте, в этом мире делает и спорт, как, впрочем, наверное, и во многих других видах единоборств, сейчас все, например, Федор Емельяненко. Победа над ним уже стала, ну, что-то таки, риторическим для любого спортсмена. И победа, которая... Мне кажется, что Федор Емельяненко не будет Джоном Брзенко для Арвразина. Несомненно. И здесь я с тобой согласен. И такого человека, скажем так, в единоборствах ММА, по-моему, даже нету. Которые все гонят его, перегоняют, скажем, отходят, а он дальше остается и дальше борется. Что будет дальше и что будет с ним, с Федором, если про Федор разговор, мы увидим. А то, что Брзенко на самом деле на протяжении, ну, по моему мнению, не меньше 20 лет, является символом, символом стола, на самом деле это... Естественно, первый вопрос – зачем? Я понимаю, что есть какая-то экономическая составляющая, наличие его на любом турнире. Но мне кажется, не только это. Вот есть эгоцентризм, который во многом характерен для молодежи. Есть какая-то рациональность, рациональность, помноженная на большое мастерство. Это и есть Брзенко. А что ты можешь сказать о наших спортсменах еще дополнительно? Возвращаясь, скажем, к Алану Караеву, смотри. Выиграл Джона Брзенко и потом, скажем так, в начале 2000-х годов просто, как говорится, исчез. Про Алану можно много говорить по-разному. Судить по его разговорам, по людям, которые окружают его. Судьба его была предрасположена все-таки к борьбе. Нашел он себя, как мы знаем, успешно нашел себя в сумо. Является сегодня лидером российской сборной, получив огромное количество наград и побед. Я сейчас с ним очень встречаюсь. Он был гостем моих всех многих передач. Я видел его в Китае на Всемирных Играх в прошлом году в Пекине. И понимаю, что по-своему он счастлив, даже нося эти тяжелые 220 килограмм. Кем бы он был в армрестлинге, наверное, трудно судить. Сослагательное наклонение для истории не подходит. Но то, что первые задатки вздоха Виктории, победа для него дал армрестлинг, несомненно. Леша Воевода – это спортсмен сегодняшнего дня. Если Леша после первой своей бронзовой награды на Олимпийских Играх хотел принять участие в Олимпийских Играх летних, не зная в каком виде спорта, ища себя везде и во всем, и не находя во многом, подчеркиваю, поддержку в своем регионе, в Сочи, хотя я думаю, что на период победы в Сочи за борьбу в Олимпийских Играх Леша мог быть на самом деле лидером этого года. Он доказал себя молодой, очень эгоцентричный, очень самодостаточный человек, но постоянство его, даже то, чем он занимается, говорит о том, что он очень изурядный человек. Не знаю, помогла ли ему те скоростные данные, плюс сила, которые помогают ему побеждать в Бобе, не знаю, но у спортсменов большой-большой потенции. Ну и, конечно, Денис, который радует своими победами, своими размерами, чрезвычайно... То есть мы сейчас идем, как говорится, по эволюции, то есть был, как говорится, на твоей дороге, в первую очередь, Алан Караев, который победил именно Джона Бузенко, потом Олег Кривоевода, который тоже победил Джона Бузенко, и есть еще Денис, который еще, скажем, он победил Джона Бузенко в прошлом году, но это было на такую... Я знаю всю эту историю, да. Ситуация такая, что Джона Бузенко в прошлом году после операции спины и тому подобное, и тому подобное. Но тем не менее... Но все абсолютно заточены на то, чтобы вольно или невольно положить все-таки тыльную сторону кисти Джона Бузенко на параллельную подушку, несомненно. И сегодня сослагательный, что было бы, если он был бы в другой форме, был бы в другом весе, наверняка не подходит. Однако же пик армрестлинга и все равно остается Бузенко. Вот мое сравнение по поводу того, что Федор является личностью, но не может в никакой мере, причем в уважении к Федору и к ММА, быть даже вблизи той составляющей, огромной составляющей, которую состоял бы в армрестлинге Джона Бузенко, полностью согласен.